Высший рассвет садово-паркового искусства в России начался в 18 веке. Именно тогда граф Орлов решил создать дворцовый парк в Гатчинской мызе. И даже спустя 250 лет это место поражает своим пейзажем. Как любому возрастному объекту культурного наследия, парку требовалась срочная реставрация. И только сейчас начались масштабные работы. О новом этапе рассвета Гатчинского парка расскажем прямо сейчас на Первом канале. Это включение из Ленинградской области. Доброе утро! Каждый из загородных дворцовых парков имеет свое настроение. Для их строительства нанимали именитых специалистов садово-паркового искусства. И мастера береза основу природное богатство создавали пейзажные шедевры. Гатчинский парк считается одной из вершин искусства ландшафтного дизайна. Создатели спроектировали его таким образом, чтобы человек, прогуливаясь по парку, оказывался вовлеченным в своеобразный спектакль. Это была определенная действительно драматургия. То вы проходили в каком-то затененном участке, где, например, росли ели, и где было достаточно печальное настроение. Потом вдруг вы выходили на освещенную солнцем поляну. Каждое дерево учитывалось то, какую листву оно имеет. Учитывалось, какое оно становится осенью, когда меняет свой цвет. По задумке, взгляд гуляющего по парку всегда должен цепляться за какой-либо интересный объект. Павильоны, обелиски и другие строения эффектно дополняли замыслы авторов. Они и сейчас на своих местах. Но многие из объектов долгое время были спрятаны от глаз гостей заповедника, так как им требовалась реставрация. Один из таких объектов – терраса «Пристань», построенная во времена наследника Епитерины Великой Павла Петровича. Это действительно была пристань. Павел очень любил такие сложные длительные прогулки. Он выходил из дворца, по подземному ходу он выходил к пристани, садился на катер, и дальше он мог проплыть по озерам, выпить чаю на каком-нибудь из островов, а потом вернуться к террасе пристани, подняться по лестницам и уже пешком дойти до Гачинского дворца. В процессе реставрации выяснилось, что это массивное сооружение могло упасть в Белое озеро в любой момент. Виной тому реставрация, проведенная в 1903 году. Даже пришлось задействовать водолаза, чтобы выявить пустоты, которые находились под террасой пристани, из-за которых, вероятно всего, и пошла осадка та и аварийная ситуация террасы пристани. Пустоты большие были, они до метра высотой и глубиной до трех метров. Чтобы спасти пристань, реставраторы ее бережно разобрали, пронумеровали каждую деталь, даже самую маленькую, укрепили дно и также аккуратно собирают строение обратно. Еще одни из важных объектов, реставрируемых сейчас, это горбатый мостик и Чесминский обелиск, возведенный при Григории Орлове. Восстановление этого монумента без трудностей также не обошлось. Архитектором был Ринальди, он параллельно вел работы здесь, в Гачинском дворце и в Мраморном дворце Санкт-Петербурга. И у него была большая возможность использовать цветные мрамора. Тут использован у нас розовый, тевдийский мрамор и еще русский альский мрамор. Трудность есть, оба карьера закрыты. Чтобы получить для реставрации какие-то камни, надо заниматься собирательством, с трудом это все вывозить оттуда и уже здесь подбирать по месту, по цвету. Это реставраторам удается успешно. Также кропотливо восстанавливают и павильон Орла на Длинном острове. Это одно из старейших парковых сооружений. Легенда гласит, что отсюда Павел I стрелял в летевшего над парком Орла. Сейчас, буквально миллиметр за миллиметром, мастера бережно восстанавливают лепнину XVIII века. А сам павильон, как и задумано было его автором-декоратором Винченцо Бренна, увенчает орел с вензелем Павла I. Долгие годы на парк у нас вообще практически не выделялось средств. И какая-то реставрация проходила, но такая локальная. А то, чтобы было выделено такое огромное количество средств и сразу несколько объектов, мы наконец этого дождались. Историки говорят, Гачинский дворцовый парк создавался с любовью. Именно поэтому он пропитан неповторимой романтикой и особой атмосферой. Масштабные реставрационные работы – это еще один этап расцвета парка. Они совсем скоро завершатся и гости смогут открыть для себя новые туристические маршруты и увидеть достояние культуры с другой стороны берега Серебряного озера. Евгений Борисов, Олег Подьячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев, Первый канал, Санкт-Петербург.